Одесская филармония Программа далеко не заштатный коллектив, а именно Национальный академический оркестр народных инструментов. Славный город на древней земле! Процветания и счастья тебе! Коллектив достойно отработал свое время на концерте и, безусловно, порадовал ценителей исполнительского искусства. Все-таки не каждый день можно услышать живое звучание кобзы, цимбал, бандур и других народных инструментов. Понравился публике и ансамбль Академии концертного оркестра Военной Академии. Правда, репертуар коллектива оказался далек от того, с которым традиционно выступают в военном оркестре. Это были и песни Высоцкого, и ансамбля Сябры, и Леонида Утесова, и даже из репертуара Тина Карль. Несомненно, любимцами измайской публики станут молодые артисты филармонии. Максим Любачевский покорил публику исполнением знаменитой песни Шарля Азнавура «Вечная любовь» и собственным же аккомпанированием на саксофоне. Потрясающие вокальные данные достойно оперной сцены показала исполнительница с характерной бессарабской фамилией Алена Куруаглы. Исполненная дуэтом этих вокалистов песни из репертуара Малены Эрман стала одним из лучших номеров программы. Однозначно покорили публику потрясающие танцевальные композиции ансамбля украинской музыки, песни и танцы «Чайка». И синхронность, и небывалый темп исполнения, и элементы акробатики, и оригинальность постановок. В завершении выступления филармонии публика благодарила артистов бурными овациями. Городской глава Андрей Абрамченко отметил, что в следующем году Измайл вновь будет рад одесским мастерам искусств. В ответ директор филармонии Галина Зицер поблагодарила измельчан за самый теплый из всех городов Бессарабии прием. А затем похвалила нашего мэра, назвав его лучшим на Одессине и самым прогрессивным в сфере поддержки культуры. И под конец неожиданно удивила, заявив, что именно филармония вернула Измайлу Дунайскую весну после 10 лет перерыва. Реплика, несомненно, обидна для местных исполнителей, которые на протяжении 10 лет заполняли своими номерами программу фестиваля. Впрочем, вряд ли она испортила зрителям праздник. К этому моменту стадион предвкушал выход хедлайнера программы популярной украинской группы ТИК. Эпатажный венецкий коллектив, судя по реакции публики, в полной мере оправдал ожидания измельчан. Самые узнаваемые композиции ТИК подняли стадион на ноги, что активно стимулировалось солистом группы и его энергичной бэк-фокалисткой. Под финальную песню с оптимистичным названием «Украина, щеневмерла», очевидно альтернативная версия гимна, «В небо взмыл салют». Здесь городские власти, по сложившейся уже традиции, поставили очередной олимпийский рекорд по его продолжительности и красоте. В общем, те, кто приходит на Дунайскую весну ради фейерверка, думаю, не разочаровались. Впрочем, и по остальным параметрам рассчитанное на широкую аудиторию зрелища удалось. Наталья Михайлова, Веб-студия Курьер.